Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры делал DimaTorzok Американский центровой объявил о завершении карьеры На поле «Эскородина» встретились женские футбольные команды «Россиянка» и «ЦСК». Напомним, подмосковный клуб накануне одержал седьмую победу подряд И выходя на матч с москвичками, наши девушки были намерены продолжить беспроигрышную серию Удалось им это или нет, расскажет Павел Рыбальченко Игра выдалась напряженной, гости всеми силами старались не отдавать инициативу хозяевам Однако уже в конце первого тайма «Россиянка» взяла свое На 35-й минуте Елена Терехова острой передачи практически вывела один на один нападающую Инесс Нрехи Иуарико буквально раскачала оборону соперниц и без труда открыла счет в матче Стоит отметить, что во встрече восьмого тура главный тренер «Россиянки» Елена Фомина удивила зрителей серьезными переменами в составе Шанс проявить себя получили сразу несколько игроков Юлию Греченко в воротах сменила Елизавета Щербакова Армянка Кристины Александр заменила на правом фланге защиты травмированную Ксению Коваленко А также с первых минут на поле появилась полузащитник Надежда Смирнова Девушки проявили себя как нельзя лучше Это отметили как главный тренер, так и футболистки основного состава Сегодня они не подвели, они вышли достойно выступили Заменили бесследно, я бы сказала Конечно, привыкаешь к одним игрокам, все-таки есть разные какие-то нюансы Но тем не менее, игра сегодня была не хуже с первых минут На перерыв команды ушли при минимальном счете Однако уже в начале второго тайма «Россиянка» отрыв увеличила Прямым ударом со штрафного точной оказалась Елена Терехова Ближе к концу встречи футболистки ЦСКА начали действовать активно И имели достаточное количество моментов для того, чтобы переломить ход встречи Однако «Россиянка» справилась и с этой задачей Итог 2-0 и 8-я подряд победа в чемпионате Похвально, что девчонки решили задачу, что выиграли 2-0 Может быть, считая моменты, мог еще быть другой немножко Но я довольна, что Терехова наконец пристрелялась и забила после такой паузы длительной Потому что не шел мне мяч в ворота То есть какие-то такие мелкие победы у нас в каждом матче есть И по игре, и по рисунку, и по каждому игроку Наверное, то, что с них требуешь, они это выполняют Приятно видеть И впереди перь, впереди тяжелый соперник Мы будем готовиться На данный момент «Россиянка» занимает первую строчку чемпионата И опережает ближайших преследователей по таблице Команду «Рязань-ВДВ» на 10 очков Следующий матч нашей команды состоится уже в следующую субботу, 9 июля На стадионе «Родина» «Россиянка» примет первую команду «Звезда-2005» Химки славятся спортивными достижениями И наш городской округ признан спортивной столицей Московской области Теперь химчане смогут заниматься и поддерживать здоровый образ жизни бесплатно Под руководством квалифицированного тренера В июле в парке Толстого начнет работать первый в Московской области спортбокс Он представляет собой мобильную площадку, где хранится спортинвентарь Новинку изучила Виктория Волкова Спортбокс укомплектован внушительно Гантели, груши, гири, штанги Полный набор для занятий кроссфитом Это тренировочная методика, которая, что называется, прокачивает все тело Поэтому требует тщательной подготовки и внимания Кроссфит – это очень сложный вид спорта Тут работают все группы мышц одновременно Выносливость очень большая нужна Поэтому для начала лучше желательно с тренером Надо плавно начинать, подготовить тело, подготовить сердце По поводу питания тоже поконсультироваться с тренером Потому что в любом спорте главнее всего – это питание Начинать заниматься нужно под руководством тренера На площадке будет дежурить инструктор Его основная задача – помогать химчанам советами и рекомендациями Как правильно работать со спортивным инвентарем Это у нас кроссфитовский мяч Его можно использовать в различных упражнениях Практически для всех упражнений Можно приседать с мячиком Можно на пару выкидывать с приседаниями Бросать друг к другу Эти упражнения развивают выносливость, силу, гибкость, скорость, координацию Химчанин Ильшат в спорте с самого детства Раньше занимался профессионально Теперь же тренируется для души и тела Сегодня открыл для себя новое упражнение на канате Для рук очень полезное упражнение Чтобы в тонусе все время быть И надо почаще выполнять упражнения Иван Декольчук тоже выполнил непривычные упражнения Новинкой для него стало задание на выносливость Тренировкой остался доволен Стафета называется у меня была С такими мешочками, утяжелителями Достаточно интересное разнообразие Новое впечатление В парке Толстого уже есть тренажерная площадка Которую активно посещают химчане А те жители, которые хотят заниматься более профессионально Но не имеют возможность купить абонемент в спортзал Смогут тренироваться на площадке спортбокса Она будет работать бесплатно Инвентаря спортивного навалом То есть его вполне хватает для того, чтобы заниматься Причем он рассчитан Ну как бы вот с тем, что на каждую группу мышц То есть и на ноги, и на руки, и на пресс даже можно Планируется, что спортбокс в парке Толстого Заработает в первых числах июля И если он будет пользоваться спросом у химчан Такие площадки установят и в других районах округа Спорт как искусство В парке Толстого прошел фестиваль «Воркаут» Приуроченный к празднованию Дня молодежи Воркаут – это любительский уличный вид спорта, который набирает популярность В первую очередь благодаря своей доступности Александр Прохоров стоит у истоков развития воркаута в химках Вместе с командой единомышленников Организовывает конкурсы и фестивали по уличному направлению Не только в нашем городском округе, но и по всей стране Мы просто ездим по России, продвигая это направление По всем городам России Уже объездили, наверное, около городов 70, если даже не больше Фестиваль «Воркаут» в химках стал уже традиционным Ранее он имел формат конкурса, а теперь это фестиваль Когда на одной площадке одновременно показывают свое мастерство несколько человек В этот день на химкинской площадке собрались спортсмены со всей Московской области Это масштабное мероприятие, в котором участвуют более 40 спортсменов по воркауту Ребята показывают свое мастерство Также у нас приглашено 5 именитых спортсменов Это люди, которые показывают мастер-классы И любой желающий сегодня может принять участие в этом мероприятии Возраст и степень мастерства участников не имеют значения Все, кто принял участие в фестивале, получили призы от организаторов Фирменные футболки, а тех, чьи выступления оказались самыми эффективными Наградили специальными подарками Это спортивные костюмы и спецатрибутика Жилеты с утяжелителями, стационарные брусья и переносные перекладины Все, что необходимо для оттачивания мастерства воркаут На стадионе Родина прошел финальный этап спартакиады Среди воспитанников летних оздоровительных лагерей Школьники соревновались в таких дисциплинах, как мини-футбол, пионербол, бадминтон, эстафета, полоса препятствий, шахматы, шашки и настольный теннис А также сдавали нормативы ГТО В соревнованиях приняли участие 12 команд Мне нравится в лагере, так же меня пригласили на спартакиаду Я люблю заниматься спортом Ну, в лагере нравится, сейчас футбол будет, матч важный Победители спартакиады в награду получили медали и кубки О ближайших событиях из мира спорта вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Афиша» Пятого и седьмого июля в сквере «Юбилейный» пройдет традиционная фитнес-зарядка для жителей Начало в 10 утра Пятого и восьмого июля на поле «Эскородина» пройдут матчи Химкинского летнего кубка футбольной лиги Начало первого поединка в 20.00 6 июля на территории «Эскородина» состоятся матчи Химкинской стритбольной лиги Бойлеры встречаются в 19.00 И 9 июля на поле стадиона «Родина» пройдет матч чемпионата России по футболу среди женских команд «Россиянка» встречается со «Звездой-2005» Время уточняется Это был обзор самых интересных и ярких спортивных событий Смотрите программу «Химки-спорт» на нашем канале, а также на сайте himkismi.ru Я, Екатерина Южна, с вами прощаюсь Мы встретимся ровно через неделю, ведь нам всегда есть что рассказать